Финская Nokian тяжело переживает продажу своего российского завода по производству шин. Что неудивительно, еще недавно площадка во Всеволжске ежегодно выдавала по 16 миллионов покрышек. Это 80% всего тиража марки Nokian. В основном продукция из Ленинградской области отправлялась на экспорт. Но санкционная удавка затянулась настолько, что финнам пришлось спешно избавляться от ценнейшего актива. А покупателям выступила российская Татнефть. Чтобы спасти бизнес, боссы Nokian нарастили объемы выпуска на двух других заводах – финском и американском. Плюс решились инвестировать 650 миллионов евро, дабы запустить третий конвейер. Местом для его возведения выбрали Румынию. Вот только наладить производство точно не удастся раньше 2025 года. За это время узкую нишу премиальных шин, в том числе шипованных, запросто могут захватить конкуренты. Ведь если на полках магазинов не найдется Nokian, можно купить Continental, Michelin или Pirelli. И в компании решили пойти наперекор принципам. Отдельные модели из легковой линейки для Центральной Европы будет делать китайская Циндао Сенчури Тайр, что владеет несколькими производственными площадками. Сенчури начнет выпускать шины Nokian до конца этого полугодия, а на рынок продукция выйдет во второй половине года. Притом финны обещают проводить регулярный аудит на предмет качества, экологичности и безопасности. Более того, тесты показали, что покрышки китайского производства не уступают оригинально. И после проведения испытаний стороны ударили по рукам. В год поднебесные компаньоны готовы давать 2-3 миллиона колес. Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку российского бизнеса Nokian компанией Татнефть. В руках нефтяного гиганта окажется в том числе шинный завод во Всеволожске. Сама Татнефть раньше занималась производством покрышек Кама Тайрс. Чтобы завершить передачу активов, теперь осталось получить разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. И нет сомнений, что это разрешение будет получено. Скорее всего, предприятие наладит выпуск продукции под торговыми марками Torsten, Iconon и Icon. Во всяком случае, ООО Nokian Tires, которое выступает оператором российского завода, подало заявки на регистрацию именно этих торговых марок.